В апреле 2017 в Актубе вышли из берегов реки и водоемы, а в зону подтопления попали более тысячи домов. Ликвидация последствий продолжалась длительное время. Тогда дом Мируерцар Сингалиевой в Кирпичном выглядел вот так. Он полностью был в воде. Хозяйка дома говорит, что уровень воды в доме достигал более 50 сантиметров. Ущерб, причиненный большой водой, превысил миллион тенге. Жилье семья восстанавливала полгода собственными силами. Никакой помощи не было. Вообще вы все восстанавливали своими силами? Своими силами. Мы обращались за помощью. Приходил и Аким города, и заместитель Акима. Все на словах. Толком никакой помощи не было. ЧП стало уроком для многих, поэтому в этом году власти после выделения средств из республиканского бюджета приступили к серьезным работам. Они уже стартовали на берегах рек Каргалы, Илег, Жаман Каргалы, Песчанка, Тамде, Бутак, Саздэ. На отработой данного проекта работала большая команда. Представители не только Акимата, но и четырех министерств. Специалисты объехали каждый участок с замерами. Сегодня активно ведутся работы, к примеру, на реке Каргала от села Садовое до места впадения в Илег. Спецтехникой люди очищают русло, углубляют дно и укрепляют берега. На данном участке сейчас идет и расчистка, и получается непосредственно расширение реки до 50 метров, чтобы была хорошая проходимость воды. На данном участке сейчас у нас работают непосредственно здесь около 20-15 единиц техники. Здесь те же и экскаваторы, погрузчики, самосвалы на вывоз непосредственно вот этого грунта. На данных участках раньше были размерами до 10-15 метров. Сейчас наша работа заключается в том, чтобы расширить непосредственно вот этот участок реки. Большинство водохранилищ, которые есть на сегодняшний день в области, не способны принимать паводок из-за качества воды. Поэтому будут вестись и работы по расчистке русел рек. Четыре подрядные организации выиграли тендер и уже начали работу по программе «Дорожная карта». На все эти работы выделено 6 миллиардов 700 тысяч тенге. Общая протяженность фронта работ составляет более 100 километров. В некоторых местах реки расширяют до 50 метров. Зеленые насаждения, которые мешают проводимым работам, будут вырублены. На это есть специальное разрешение, уточнили в Экимате. Все работы и планируется завершить в конце текущего года. Ну а сами жители, которые когда-то пострадали от паводка, почему-то мало надеются на власти. Единственное, что просят, это разрешить им оформить дома как ИЖС. Ведь сейчас многие из них по-прежнему имеют статус дачного строения. Лиза Ацакиева, Мерлана Манжолов. Программа «Факт».